всем привет продолжаем знакомиться с семейком и сегодня у нас четвертый пример будет в котором что короче будет предыдущем примере у нас было мы делали статическую библиотеку и динамическую и смотрели то есть у нас было два проекта и были семейки такие заготовки для создания двух библиотек двух типов сегодня же у нас будет отдельно проект вот он отдельно проект который как бы будет пользоваться всеми благами нашей библиотеки и будут два отдельных проекта которые тоже будут содержать свои семейк лист файлы то есть эти два проекта могут генериться отдельно и на выходе мы будем получать библиотеки и отдельно у нас проект который будет линковать эти библиотеки то есть грубо говоря это могут быть ну к примеру какие-то сторонние библиотеки еще называются cert party библиотеки могут быть короче что в чем отличие от предыдущего урока в том что это уже типа разнесено по разным директориям есть отдельно проект и отдельно папочки с библиотеками теперь теперь рассмотрим основной си мэйк лист файл для основного проекта для нашего вот этого вот project ну это все знакомо вам еще это все еще осталось в следующем или через урок это уже уйдет за ненадобностью вот эти примеры по генерации заголовочных файлов что тут такое такого нового нового здесь вот link directories линкуется директория так 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 шары длип не понял секундочку что-то здесь не то ладно смотрите мы линкуем директорию для чего мы или линкуем что это мы указано все все я вспомнил здесь здесь в директории с таким путем так сказать то есть source dir смотрим вот наш путь основной дальше тут должна быть папочка липс в папочке липс будет папочка к примеру шар от шар от в этой шары будут лежать к примеру динамической библиотеки так вот для того чтобы приняли линковать библиотеку и не указывать к примеру множество путей ну библиотеки либо здесь постоянно дублировать вот этот вот путь вот ну можно как можно сделать типа вот так вот можно но это не совсем удобно мы указываем что библиотеки которые нужны для линковки лежат по вот этому вот пути мы указываем соответственно мы здесь укажем сейчас попробуем собрать статическую и динамическую библиотеку и посмотрим как работает и дальше мы линкуем наши библиотеки в данном случае здесь происходит линковка динамическая а здесь статической то есть для в качестве упражнения вы можете это объединить ну как объединить тут больше всего ну тут тут ничего сложного нету нужно будет просто поменять вот здесь эти семейк лист файлы ну там изменить название проекта потому что или не изменять изменять не надо скорее всего надо будет просто просто исходники под редактировать под рихтовать потому что здесь объекты одного и того же с одними тем же названием так сейчас мы откроем статическую и динамическую библиотеку исходники теперь смотрите а я указываю где у нас валяются заголовочные файлы давайте перейдем наш еще раз основной проект и посмотрим вот у нас есть lips не не тут вот есть lip in club вот здесь мы указываем заголовочный файл который содержит скажем так описание ну тех функций или тех классов которые есть библиотеки давайте откроем открываем наш это основной проект открываем наш main cpp вот ну и здесь уже полный путь указал ну как бы относительно да теперь открываем наш 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 заголовочный файл вот теперь смотрите что вы видите ну давайте я открою еще шары библиотеку вот так вот и открою еще еще вот так смотрите для создания библиотек но есть небольшое отличие для создания при но способ создания этих библиотек в windows и при использовании microsoft компиляторов вот в unix системах этого не нужно что это означает смотрите здесь идет определение но если это компилятор windows ну там 32 или 64 то есть в основном это у microsoft то есть у мингов и к примеру там подчеркивание мингов и там что-то такое вот а именно у microsoft компилятора microsoft visual studio вот такие define и уже за ты фанин и так вот к функциям либо к классам добавляется некое слово что это за слово если это мы создаем библиотеку то нам нужно указать decalspec dll export чтобы указать компилятору порядок создания ну правильно чтобы компилятор правильно сгенерил код имеется ввиду чтобы все было стандартизирован где расположены там функции где параметры в каком порядке эти параметры идут и все такое такое для windows это нужно указывать вот так вот то есть данном случае смотрите как экспорт это исходный код нашей библиотеки значит мы создаем динамическую библиотеку или шарит библиотеку для экспорта то есть мы экспортируем и что мы в этом случае экспортируем мы должны указать указать что мы экспортируем в этом случае мы экспортируем непосредственно весь класс с лайбрари конечно же можно отдельно понаписывать функции и между типом функции и именем функции писать вот такой макрос так вот для windows будет подставлена dll ну так декал спек дл экспорт советую открыть google и почитать если вам непонятно поподробнее там не так уж много и написано об этом так вот для unix систем это все можно можно тут просто пупы пустые поля оставить но я смотрю люди пишут вот так вот по дефолту есть еще какой-то хайден чё за хайден я не разбирался скорее всего для того чтобы некоторые функции скрыть чтобы они как бы как бы здесь есть но и как бы в библиотеке нету ну типа такого это я так предполагаю идем дальше смотрите это у нас экспортируем то есть мы создаем библиотеку что-то на экспорт заголовочный же файл нашей нашего проекта который как мы видим подключает эту нашу шарит библиотеку так вот тут надо указать импорт потому что мы что-то импортируем откуда то то есть это в видосе как мы видим д декал спек дл импорт то есть для unix систем вот это всего не нужно но его и не будет то есть здесь есть отличие когда создаем библиотеку мы экспортируем и указываем что мы экспортируем когда мы где-то подключаем заголовочный файл нам нужно указать импорт но обычно это на всякими макросами достигается то есть когда собирается какой-то основной проект где-то выставляется что импорт и она и она импорт или актер короче это мы указываем что мы импортируем что-то то есть компилятор будет знать что вот эта функция на самом деле откуда-то импортируется и он будет подозревать что импортируется с некой библиотеки эту библиотеку он при линкует ну вот здесь потому что мы ручками напишем что импортировать нужно ну какие библиотеки нужно линковать короче надеюсь вы поняли и так теперь смотрите давайте соберем ну могу сказать что там в линуксе или мин гв под виндов сам этого тоже не надо и все и так будет работать попробуйте если у вас стоит visual studio есть у вас windows попробуйте поэкспериментировать с делал экспортом импортом и без них и посмотреть что получится так теперь 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 нам надо все это добро собрать так сейчас соберем и проверим так так переходим нашу шары длиб и собираем ее но шары длиб ой 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 тут ничего говорить уже не буду здесь я убрал уже все по минимуму такой заголовок заготовочный файл простенький указывается что библиотека шарит без всяких без всяких там алиасов псевдонима ну которые были в предыдущем уроке все максимально просто теперь ну как всегда это понятно создаем папочку build и запускаем семейки семаки вот так запустили потом маке есть библиотека готова теперь нам ее надо скопировать вот сюда копируем сейчас тоже самое соберем статическую библиотеку сейчас я создам тут статик и соберем статическую библиотеку build так опять семаки ой 3 если что то я некоторые слова специально коверка you поэтому если кому-то режет слух то вы конечно же об этом напишите есть библиотеки скопировали теперь будем собирать основной проект проект так ну основной что тут в основном в основном в основном проекте указано что мы сейчас будем линковать шарит библиотеку шарит библиотеку так давайте создадим эту папочку build и и и семейк мэйк мэйк и hello from library работы но так как мы знаем что это динамическая библиотека нужно все время то если мы сейчас удалим ее понятное дело мы получим проблемы и это предыдущем уроке я уже говорил как мы видим нет библиотеки и и не работает да нету рученик и нету печенек так теперь давайте соберем этот статическую но при линку им точнее статическую библиотеку тут закомментируем закомментируем а тут раз комментируем вот так вот вроде бы все да как вы видите чик чик раз раз и и и все у нас хорошо опять так hello from library то есть буквально несколько изменений и не надо лопатить все эти маек файлы заново переписывать то есть очень удобно так смотрите короче работы да работает hello from library теперь давайте удалим удалим статическую библиотеку в очередной раз убедимся в том что для работы бинарника исполняемого файла статической библиотеки больше не нужны вот ну конечно же если мы ой попробуем еще раз собрать то ничего не получится майк получилось как то ведь я же по удалял сейчас я все удалю а это на этапе семейка нет майк во вот мы получили cannot find l семейк экзампл стать клип ну не нашло но его потому что я удалил ну думаю все а а да откроем исходники статической библиотеки в статической библиотеке все просто здесь не нужно указывать всякие делал экспорты импорты почему не надо потому что она этот объектный код интегрируется в бинарный уже на этапе линковки поэтому никаких там экспортов и импортов не нужно потому что это все делается одним компилятором случае же с windows мы можем создать библиотеку эту дл q а потом эта библиотека может где-то быть экспортирована из других программ написанных скажем на visual basic либо на си шарп либо еще на чем-то соответственно библиотека сама может быть создана на си плюс плюсе и и для этого нужно чтобы все библиотеки следовали какому-то единому стандарту ну windows и и соответственно нужно указывать что это библиотека x на экспорт вот а при подключении указываем что мы что-то импортируем ну об этом я уже говорил поэтому думаю все на сегодня всем всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока